Добрый день или вечер! У нас уже предпоследнее занятие. Я надеюсь, что вы научились выдыхать, подключать свои мышцы выдоха. Если сразу не получается ничего страшного, сегодня мы сделаем акцент на вдохе. Если у нас неинтенсивная работа, то есть то, что мы делаем, это неинтенсивно, тогда нам достаточно того, чтобы работала грудно-брюшная диафрагма и небольшие мышцы, поднимающие ребра и наружная межреберная мышца, для того, чтобы сделать выдох. Я в прошлый раз забыла сказать про внутреннюю межреберную, которая тоже участвует в выдохе. Что для нас важно? Нам важно, чтобы у нас вдох начинался со спины. То есть первое движение, которое будет, это как раз те ребра сзади, которые должны вдохнуть. То есть нам очень важно сейчас будет начинать вдох со спины. Если прям совсем не получается, тогда чтобы вдох происходил по боковой поверхности. То есть вдох. И очень важно, чтобы не было вдоха со стороны пупка. То есть нам нужно, чтобы диафрагма смогла выполнить хорошую амплитуду и опуститься вниз. То есть сегодня мы будем делать акцент легко, научиться делать вдох в спину, когда лежишь на животе. Потому что создается нагрузка и можно позаниматься, потренироваться, чтобы почувствовать его пальцами. Но напоминаю, чем лучше вы сделаете выдох, тем естественнее будет вдох. Чего избегаем? Избегаем вдоха верхней апертурой. То есть когда вдох происходит при подъеме ключиц и плечей. То есть вот так. Вот эта вспомогательная мускулатура нам желательно не подключать. И следить за тем, чтобы вдох был именно на уровне грудно-прешной диафрагмы. Итак, ложимся на спину. Мы продолжаем не очень интенсивное упражнение. Если вы хотите, вы можете посмотреть предыдущие уроки и взять что-то потяжелее. Но хочу, чтобы вы обратили внимание на эти маленькие и эффективные упражнения. С выдохом отпускаем напряжение. Почувствуйте свое тело. Ощутите пятки. Сравните давление правой и левой пятки в пол. Через пятки почувствуйте, куда развернуты ваши стопы. Сравните соприкосновение икор, задней поверхности бедер. В норме задняя поверхность бедер должна соприкасаться. Ягодицы, спина. Соприкосновение грудной клетки. Положение лопаток, плеч до пола расстояния. Соприкосновение ваших рук, куда повернуты ладони. Сравните напряжение в кистях. Ощутите шею, затылок, все тело целиком. Очень хорошо. Сгибаем ноги в коленях. И наша задача сделать движение, прогнуться в пояснице, как мы делали в прошлом уроке, мягко приподняв всю линию живота. Не пупок, а всю линию, что позволит синхронно сместить и грудную клетку, и таз. Медленно чувствуем, как включаются поясничные мышцы. Вдох. Разгибатели спины. И опускаем выдох. Теперь всю линию живота от низа. Вдох. Помним, выдох, прошу прощения, что грудная клетка тоже идет вниз, ничего не приподнимается. И вернуться. И еще разочек. Мягко. Вдох. Живот не выпячивается. Будьте внимательны. Нейтральное положение. Выдох. Вдохнули в спинку. Живот не выпятился. И от нижней части выдох. Выдох. Грудная клетка тоже пошла вниз. Взгляд на брови. Прекрасно. Прекрасно. Очень хорошо. И теперь выполняем следующее движение. Наша задача сделать движение подъем ноги и вращение. Будем сегодня вращать бедренную кость, максимально набирая вращение внутреннего и наружного. Сокращаем мышцы живота, удерживаем таз, медленно отрываем правую стопу от пола и выводим ногу в то положение, где у вас нету подъема поясницы. Надо выше, поднимите выше. Если можете опустить ниже, ниже. Медленно начинаем вращать бедро наружу и внутрь. Еще разочек. Держим мышцы наружу, внутрь. А вдыхаем спинку. Короткий вдох, на напряжение выдох. Короткий вдох, на напряжение выдох. Повернули. Отлично. Приподнимаем ногу вверх под 90 градусов. Не переводите выше. Опора на левую стопу. Если надо, развернулись, ладонями прижались в пол. Можно не прижиматься на затылок, не давим. И подкручивая таз, медленно на пять счетов вверх. И начинаем вращать бедро наружу, внутрь. Вдыхаем спину. Нам сейчас легче вдохнуть, выдох, потому что здесь напряжение. Наружу, внутрь. Еще разочек. Наружу, внутрь. На пять вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Прекрасно. И из этого положения делаем движение наружу. Таз не смещается. Внутрь. Наружу. Внутрь. И еще разочек. Наружу. И внутрь. Опускаем ногу вниз. Выпрямляем левую. Сравниваем ощущения. И понаблюдайте, как тазобедренный сустав влияет на плечи. Сравните плечо справа и слева. Почувствуйте, какая взаимосвязь между тазобедренными плечевыми суставами и височно-нижнечелюстными. Сравните два суставчика. Очень хорошо. И выполняем точно такие же движения для другой ноги. Сократили мышцы живота. Стабильный таз. Медленно отрываем левую стопу. Выпрямляем ногу. Стопа слегка на себя. Таз никуда не сместился. Удерживаем мышцами наружу. Помните, вдох короткий. И внутрь. Внутрь. Медленно. Наружу. Не давим правой стопой сильно в пол. Внутрь. Затылком не давим. Наружу. Внутрь. Еще разочек. Наружу. И внутрь. Выводим ногу под 90 градусов. Хорошая опора на подошву правой стопы. На пять вверх. Раз, два, три, четыре, пять. И наружу. Внутрь. Наружу. Внутрь. Дышим спинку. Вдох. Наружу. Внутрь. Равномерно давим правой стопой. Наружу. Внутрь. Опускаемся вниз. И из этого положения. Наружу. Внутрь. Наружу. Внутрь. Свободные пальцы рук. Наружу. Внутрь. Заключительный раз. Наружу. Внутрь. Отлично. Опускаем ногу. Выпрямляем правую. Сравниваем ощущения ног. Очень хорошо. Сгибаем ноги в коленях. Выводим вверх правую руку. И мягко потянитесь в потолок, как будто хотим пальчиками поднять вверх. И сделайте акцент. Тянемся подушечками, ногтевыми пластинками. Тянемся локтем. Создаем такое ощущение, что движение идет от локтя. И тянемся от плеча. И бросаем на пол свою руку, чувствуя удар лопатки. То есть нам нужно ощутить, где же наша лопатка. Очень хорошо. И почувствуйте, что если сделать движение, то мы начинаем перекатываться влево. Голова катится влево. И мы чуть-чуть раскрываем левую руку, чтобы не заворачивалось левое плечо. И возвращаемся назад. Еще разочек потянулись. Бросьте лопатку. Ощутите, где ваша лопатка. Почувствуйте, как движение идет в руки. И тянется вместе с лопаткой. Очень хорошо. Опустили вниз. Сравнили два ощущения. Грудная клетка справа и слева. Ощущение вашей левой и правой лопатки. Опять сгибаем ноги в коленях. Левую руку. И мягко потянулись в потолок кончиками ногтевых пластинок. Потянулись локтем. Кисть над плечом. Потянулись плечо. Бросили, ощутили, потянулись. И бросили свою лопатку. И тянемся. Чувствуем, как лопатка участвует в этом движении. Мы слегка катимся вправо. И немножечко разворачиваем правое плечо. Голова точно ухом движется к полу. И почувствовали еще разочек. Бросили свою лопатку. Отлично. Выпрямили ноги. Расслабились. И вот теперь ощущение этой лопатки нам понадобится в следующем упражнении. Разворачиваемся на живот. Руки вверх-вперед. Ладони соприкасаются с полом. Ноги ногтевыми пластинками опущены вниз, пяточки в потолок на ширине паховых, то есть на серединке паховых линий. Мы делаем следующее движение. Лоб соприкасается с полом. Мы приподнимаем руку над полом. И делаем движение. Скользим лопаткой плечом вверх и назад. Вперед и назад. Еще разочек. Вперед, назад. Опустили вниз. С противоположной руки. Обратите внимание, чтобы вас не вываливало, когда вы поднимаете руку в сторону. Мягко вверх. И потянуть. И лопатку назад. Потянуть. Лопатку назад. Еще разочек. Отлично. Опускаем вниз. Приподнимаем. Левая рука, левая нога. И из этого положения потянуть лопатку к тазу. Потянуть к тазу. Еще разочек. Отлично. Опустили вниз. Правая нога, правая рука. И лопатку к тазу вперед. Почувствуйте движение лопатки. Еще разочек. Отпустить. Левая рука, правая нога вверх. И по диагонали вниз. Потянуть. Почувствуйте. Когда легче движение лопатки. Прекрасно. Отпускаем. Диагональ. Левая нога, правая нога. Лопатка. Потянуть. Лопатка. Потянуть. И еще разочек. Вниз. Локти в сторону. Кисть на кисть. И дышим. Собираем мышцы живота. Не даем им давить в пол. Спинку в ребра. Отпустить. Еще разочек. Вдохнуть. Отпустить. Очень хорошо. Ставим руки. Отжимаемся. Толкаемся на пятки. Растягиваем мышцы спины. Очень хорошо. И из этого положения. Кисти под плечами. Колени под тазобедренными суставами. Плечи потянули вниз. Мы мягко отрываем. Вес переносим. Правая ладошка. Левая колена. Отрываем правое бедро. И мягко по диагонали тянем. За левую руку. И плавно опускаемся вниз. Поворот правой головы уха к плечу. Подъем. И вернулись. Меняем положение. На выдохе. По диагонали. Вниз. Помните про ваши лопатки. И возвращаемся назад. Еще разочек. Поворачиваемся. По диагонали. Лопатки к тазу. Вниз. Мы готовимся к Z позиции. И назад. И еще разочек. Лопатки вниз. И мягко возвращаемся назад. Разворачиваемся. И движение, которое мы делали в прошлом уроке. Но сейчас мы будем дышать в положении, когда нам нужно продышать на прижиме. То есть вы ставили пальчики в удобное для вас положение. Поясница не включается. Погрузились. Округлили спину. Висим на своих плечах. Можете поставить вид шире. Вам должно быть удобно. Шеи нет. Шея провалилась в плечи. У нас жалость, грудная клетка спереди. И нам нужно вдохнуть в эту часть. Толкаем сжатую часть на вдохе. Вдох. И выдох. Толкаем. Вдох. И выдох. Толкаем. Очень хорошо. Выталкиваем себя. У нас растянулась передняя поверхность. Но сжалась сзади. И мы толкаем вдох в лопатки. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Через нос. И выдох. Очень хорошо. Опускаемся вниз. Ложимся на спину. Сравниваем свои ощущения. В чем разница? Почувствуйте грудную клетку. Как дышится? И теперь поворачиваемся на бок. У нас согнутые ноги в коленях. Стопы, таз, плечи. Одна линия. И у нас полностью предплечье соприкасается с полом. Если оно приподнимается вверх, лучше подложить что-то, чтобы не было нагрузки на локте. В этом положении наша задача почувствовать свое плечо. Вытолкнули себя. Максимально приподняли. Погрузили. И еще раз вытолкнули. Вот это положение, с которого мы сейчас будем отрывать таз. У нас будет опора о бедра, о колени, ноги. Мы мягко на выдохе приподнялись вверх. Опустили вниз. Вытолкнули. Держим лопатку вниз. Вверх. Сохраняем. Не даем лопатке подняться вверх. И вниз. Очень хорошо. Еще разочек. Вверх. Отлично. И вниз. И наша задача. Приподнялись вверх. Держим. Приподнимаем ногу, стопа на себя. Следим за положением таза. Здесь у нас опора на плечо. Здесь нога. Вращаем наружу. Внутрь. Наружу следим за тазом. Внутрь. Еще разочек. Наружу. Внутрь плечо тянем к тазу. Наружу. Внутрь. Сгибаем. Опускаемся вниз. Ложимся на спину. Сравниваем свои ощущения. Сравнили право-лево. Длина ног, ягодицы, грудная клетка, лопатки, плечи. Расстояние от затылка до плеч. То же самое делаем с другой стороны. Сгибаем ноги в коленях, стопы, таз, плечо, одна линия. То есть для нас это важно. Кисть полностью соприкасается. И мы погружаемся в плечевой сустав. То есть мы провисаем на плече. У нас рука не работает. Делаем толчок. Вытолкнули плечо к тазу. Опустились вниз. Наше ощущение движения лопатки. Вытолкнули. То, что мы сегодня пытаемся максимально почувствовать. Вытолкнули. Удерживаем это положение. Опора. Следим за положением. Приподнялись вверх. Держим. Плавно вниз. Сохраняем. Вверх. Мягко вниз. Еще разочек. Вверх. Держим. Выпрямляем ногу, стопа. Контролируем таз. Наружу. Внутрь. Рука работает. Наружу. Внутрь. Наружу. Внутрь. И еще разочек. Наружу. Внутрь. Опускаемся вниз. Поворачиваемся на спину. И сравниваем свои ощущения. Сравнили ощущения. И теперь поскручиваемся в области таза. Сгибаем ноги в коленях. Руки в положении. Я сдаюсь. То есть в норме у нас кисти лежат. Если кисти не лежат, разводите в сторону широко. Из этого положения сократив мышцы живота, отрываем ноги 90 градусов. Между коленочками ширина нашего кулачка не тянем ближе. Сохраняем 90 градусов нагрузка на мышцы живота. И начинаем медленно опускать колени в сторону, мягко голову в противоположную сторону на пять счетов. И раз, два, три, четыре. Лопатка не отрывается. Зафиксировали. Возвращаемся. Раз, два, три, четыре, пять. В противоположную сторону. Раз, два, три, четыре. Фиксация. Возвращаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Собираем стопы, колени вместе. И то же самое. Раз. В чем разница? Два, три, четыре. Пять. Возвращаемся. Раз, два, три, четыре. Пять. Скручиваемся. Раз, два, три, четыре. Пять. Возвращаемся. Раз, два, три, четыре. Пять. Выпрямляем ногу с той стороны, куда будем опускать. И скручиваемся. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Меняем колени на одном уровне. И раз, два, три, четыре, пять. Назад. Раз, два, три, четыре, пять. И наоборот. Последняя смена. Нога дальняя от опускания. И раз, два, три. Колени вместе. Четыре, пять. До линии, где лежит грудная клетка. Раз, два, три, четыре. Пять. Смена. И раз, два, три, четыре. Пять. Возвращаем. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Опускаем стопы. Выпрямляем ноги. Сравниваем ощущения. Очень хорошо. Сравнили свои ощущения. И медленно поворачиваемся на бок. И непосредственно выполним упражнение для стоп. Потому что стопы такой же регион, как и наше тело. Садимся в положение, где вы соприкасаетесь на седалищных буграх. Продолжение вашей ноги. Две стопочки вместе. Контролируйте это положение. И начинаем выполнять движения правой ногой. Подняли большой пальчик вверх. Опустили большой. Четыре вверх. Опустили четыре большой. Условие. Ваша щиколотка не движется. Медленно. Вверх. И вниз. Сделали паузу. То же самое другой ногой. Большой палец вверх. Опустили вниз. Четыре. Большой вверх. Вниз. Четыре. Опускаем вверх. Поднимаем. Четыре. Еще раз. Вверх. И четыре. Отлично. Домашнее задание. Остается учиться выдыхать. Потому что после выдоха легко сделать полноценный вдох. А теперь научиться вдыхать, не выпячивая живот. Научиться дышать задней, боковой частью. Стимулируя себя к правильному физиологическому дыханию. И в усилиях понимать, что мы в паузе делаем короткий вдох. И потом длинный-длинный выдох. Насколько для нас это комфортно. Соблюдаем все остальные рекомендации, которые были даны в предыдущих неделях. И встречаемся с вами на заключительном занятии. Субтитры создавал DimaTorzok